Второй вопрос, на который я хочу ответить, это меня спросила девушка, ну, во всяком случае, по аватарам. Она спросила, что как определить хорошего качества мыло ручной работы от другого качества. Потому что детям подарили мыло ручной работы, было всё нормально, всё хорошо. Потом, спустя какое-то время, купила она точно такое же мыло для мужа сначала. Пахло очень замечательно, а потом со временем перестало пахнуть. Плюс некоторые, ну, в общем, такого типа. В общем, я бы этот разговор на эту тему очень не люб и дорог для моей души. Но единственное, я хочу сказать, у всех, ты тоже пришёл, сказать такую вещь. Всё, что связано с мылом, это моё субъективное мнение. Я понимаю, сейчас мне могут написать, там, ты такая-сякая, ты ничего не понимаешь и так далее и тому подобное. Поэтому всё, что идёт разговор о мыле ручной работы, это достаточно тонкая, тонкая градация мыло ручной работы. Всё, что сделано руками, это ручная работа. Ну, допустим, та же профессиональная работа тех же фабрик в Европе, в Азии, я не знаю. Очень много производится мыло в странах, где выращивают оливковое масло. То есть, это может быть Греция, это может быть Турция, это весь Восток. Сейчас, секунду. Это у меня тюксик бился в истерике, захотелось ему зайти туда, куда не надо. Вот, значит, мыло, происходящее, производящее, допустим, какие-то фабрики, по всему миру, имеет разное качество. Разное качество, разные типы мыла. Вот, ну, я как бы хочу немножечко... Так как меня спросили про мыло ручной работы, я вот буквально пару десятков минут буду рассказывать об этом. Значит, мыло сделано, ручная работа. Ну, допустим, хендмейт, так называемый. Мыло может делаться из, к примеру, готового, из готовой основы. Вот, вы берёте эту готовую основу, растапливаете в микроволновке, к примеру, добавляете туда какие-то ароматические элементы, может быть, одушки, может быть, эфирное масло, может быть, если у вас есть какие-то духи, которые вы любите использовать в этом самом, можно добавить в такое мыло. Ну, вот, допустим, пример вот такого мыла. Я когда-то баловалась на заре своего мыльного, так сказать, интереса, то есть моего мыльного творчества. Вот это вот такое мыло. Оно делалось очень легко. Здесь вот, к примеру, сейчас я покажу, если так поближе. Здесь две основы. Вот первая прозрачная основа, и вторая, ну, непрозрачная. Я сейчас уже не помню, какое именно это было, какое там, что это было. Ну, смысл такой. Я растапливала вот сначала непрозрачная, потом прозрачная основа, всё это заливала в какую-то форму, и потом просто вот, допустим, скручивала, пока оно ещё тёпленькое было. Но оно ещё, как говорится, оно ещё немножко пахнет. Мыло из основы содержит в себе определённые химические вещества, которые позволяют мылу резаться. То есть вы его сделали, вы его можете разрезать через неделю, он будет хорошо резаться. Вы можете его разрезать через год, он будет хорошо резаться. Как правило, вот такие мла, они очень хорошо сохраняются в пластике. То бишь, оно и ручной работы. Без пластика оно очень быстро теряет свой запах. Вспенивание, то есть пена, которую оно производит, неплохая. Но чем больше вы добавляете, допустим, каких-то отдушек, каких-то элементов, дополнительных там украшений, или ещё и так далее, и тому подобное. То бишь, это я бы назвала, скорее всего, декоративное мыло. Руки помыть можно, кожа не слезет, всё будет нормально. Но по всем моим наблюдениям, сколько я занимаюсь с 2012 года мылом, уже, ну, получается, уже 10-11 лет. Ну да, 11 лет. Если долго пользоваться таким мылом, это мыло сушит кожу. И если, допустим, у вас проблемы с ногами, то мыть ноги именно таким мылом, это будет просто замечательно. В плане того, что если они потеют, то они потеть будут меньше. Вот. То есть в каждом мыле есть свои плюсы. Мыло ручной работы. Есть ещё другие мыла ручной работы. Ну вот, допустим, я занимаюсь мыло с нуля, оно называется. Вот. Ну вот, в данном конкретном случае. Ох, обалдеть. Это у меня мыло шампуневое. Шампуневое. В данном конкретном случае я его... Оно у меня лежит здесь, в прохладном месте. Вот я его делала сама. Сейчас оно уже... Вы слышите, оно издаёт такой определённый звук. Мыло это делается из нескольких видов масла. Ну и в данном конкретном случае очень хорошее масло для изготовления шампуневого мыла. Шампуневое мыло – это для волос. Используется касторовое масло в большом проценте. Это мыло было сделано горячим способом. То есть вы сначала делаете мыло холодным, потом варите его в течение трёх с половиной, четырёх часов. Сколько вам там надо, допустим, для этого самого. И когда оно выкладывается в форму, оно имеет, знаете, такую консистенцию очень густой сметаны. Очень густой сметаны. Оно постоит, допустим, сутки. Вы вытаскиваете из формы, разрезаете и просто ставите сушиться. Со временем лишняя влага из этого мыла уходит. Но если это сделано горячим способом, вы можете использовать это мыло практически на следующий день. Ну, может, конечно, не на следующий день, потому что оно будет достаточно влажное и оно быстро будет смыливаться. Поэтому вам всё-таки нужно дать хотя бы недельку, чтобы оно постояло и стало более сухим. Сейчас же идёт, как говорится, вопрос, как определить хорошее мыло ручной работы от плохого мыла ручной работы. Не так давно моя знакомая рассказывала такую историю, что она купила мыло ручной работы, сделанное холодным способом, очень красивое, очень прекрасные сверлы. Всё это пахло просто изумительно. То есть она открыла, она даже сказала, «Ой, ты знаешь, так вот очень ярко пахло, прям вот прямо аж даже до неприятности». То есть оно очень ярко пахло. Но прошло какое-то время, и во время смывания запах практически исчез. То есть мыло есть, запаха этого мыла нет. Тогда вот можно сказать, что, возможно, я не говорю о фотосанте, возможно, каждый кусочек обрабатывался какой-то отдушкой сверху, чтобы он пах именно при продаже. Когда я, допустим, делаю какое-то мыло, я могу добавить, ну, вот, к примеру, вот такое мыльце, да. Я могу добавить в мыло, делающееся вручную, какие-то отдушки, какие-то, так не знаю, ароматические растворы. Вариантов много. Но я в своё мыло добавляю только эфирное масло. Как определить хорошее мыло от плохого? Я определю. Вы не знаю. Единственное, что могу сказать, такое вещь. Всё мыло, которое запаковано в пластик, у меня много всякого мыло. Я его покупаю по тем или иным причинам. Если мыло запаковано в пластик, ручной работаем, лучше его не покупать. Потому что по всем моим вот эти 10 лет работы с мылом я наблюдаю одну интересную функцию. Если натуральное мыло, то бишь мыло, сделанное, скажем так, на основе масел, натуральных масел, оливковое, маслоши, кокосовое, какие-то другие масла, ореховые и так далее, и тому подобное. Если вы это натуральное мыло начинаете упаковывать в пластик, оно задыхается. Вот в буквальном смысле задыхается. Оно не дышит, и оно начинает портиться. То есть какие-то масла вылазят наверх, какие-то... Ну то есть такое ощущение, что мыло начинает потеть и задыхается в этом. Вот это всё, что связано с натуральным мылом. Но если вы позволите вашему мылу запаковаться, допустим, в бумагу, запаковаться, вот как я это делала, в вот такие мешочки, это льняные мешочки, они дышат. В данном конкретном случае вот у меня мыло с... Господи, как это называется? С глиной Мёртвого моря. Ну, наверное, так может быть это самое. Вот. Это... хранится многие годы. Поэтому я могу сказать такую вещь, что всё натуральное мыло, сделанное из качественных ингредиентов, оно хранится только в бумаге или в картонных коробках. То бишь, ну вот, к примеру, да, вот такое у меня есть. Это у нас зелёное оливковое мыло. Оно сделано в Ливане, по-моему, если нет, да, Лебамон. Вот. Такое мыло, как правило, вот, ну, допустим, вот, я открыла его, да, вот, здесь только бумага. Вот оно так вот выглядит. Это не ручная работа, это работа фабрики. Ну, здесь лёгкий аромат. Мне кажется, даже и одушек нету никаких, потому что это... Ну, оливка пахнет, вот, самая натуральная. Вот. Поэтому, как определить хорошее мыло ручной работы от ручной работы и мыла плохого качества, это очень трудный вопрос. Единственное, на что я могу вам сказать, всё натуральное мыло сделано из натуральных веществ, масел, каких-то этих самых масла, ну, допустим, масло шиллер или кокосовое, но оно как бы считается маслом, или, что там, какао-масло, или оливка, ореховое. Все вот эти натуральные ингредиенты, из которых делается мыло с нуля, именно с нуля, есть такой момент именно с нуля, что ты начинаешь, где ты добавляешь масло определенной температуры, в определенных пропорциях, плюс ты смешиваешь это дело с содой, каустической содой, с определенным тоже процент, количество воды. Всё это, это всё, что ты делаешь вот с нуля, то есть ничего не было, взял масло, 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 взял каустическую соду, воду, всё это в определенных пропорциях, всё это просчитывается, и вот это мыло с нуля ты сделал. Вот у тебя есть два варианта. Первый вариант – это когда ты всё это смешала, все эти масла пошли в омыление, раствор становится таким, как бы его сравнить, вот с жидкой сметаной. Я много раз показывала, у меня есть ролики про, как делать мыло на моём канале, там в какой-то плейлисте, можно залезть посмотреть. И вот когда уже сделана вот холодная основа, тогда ты можешь добавить туда, либо я добавляю в моё мыло эфирные масла, потому что они не только хорошо пахнут, но они ещё добавляют, скажем так, какие-то свойства, которые характеризуют тот или иной ароматическое, нет, не ароматическое, эфирные масла, потому что ароматические масла – это одна история, а эфирные масла – это другая история, потому что эфирные масла, они ещё дают какой-то медицинский, не только психологический, но и медицинский какой-то эффект. Это вот что связано с мылом холодного приготовления, холодного способа приготовления. Когда вы уже используете, допустим, вам нужно срочно сделать какое-то мыло, и вы можете его отварить, то есть вы поставите на водяную баню, оно делается там в течение трёх-трёх с половиной часов, стоит на водяной бане, оно проходит разогрев, сначала оно входит, потихонечку согревается, входит в состояние, как же его называют-то, в состояние геля, и потом уже спустя какое-то время оно уже начинает вот менять свою структуру, и она больше выглядит, наверное, как мёд вот такой. Вот. Это всё можно найти на моих роликах. Потом, когда уже эта масса мыльная готова, вы добавляете туда, допустим, какие-то вещества. Я люблю добавлять какие-то цветочки для какого-то скрабящего эффекта, я люблю добавлять эфирные масла, которые не только пахнут, но ещё работают делать какую-то лечебную, делают мыло лечебным, скажем так. Я люблю добавлять разные глины, там и белая, и голубая, и зелёная, и вот, как говорится, грязь мёртвого моря, вот это всё добавляется, потому что оно очень хорошо действует. Допустим, все эти глины, они делают матовым лицо, если у кого жирная кожа, к примеру. Плюс ко всему это ещё может действовать как отшелушивающий такой эффект. Могут быть частички побольше, могут быть частички поменьше, кому как нравится. Я люблю такое, чтобы чувствовалось, что тебе не надо брать этот самый, какую-то щётку и драйвить себя там-сям. Протёр маслом, ой, маслом мылом, всё это хорошо отшелушилось, в некоторых местах массажный эффект, как говорится, целлюлитные наши бархоточки, их тоже нужно как-то это самое... Вот, ну, я опять увлеклась, опять меня, как говорится, и тут Остапа понесло. В общем, как человек, который занимающийся много лет мылом, могу сказать следующее. Если вы абсолютно не разбираетесь в мыле, тогда тут только на... надо брать и пробовать. Но все мыла, которые имеют хотя бы маломальское прозрачное мыло, и это, ну, это стопроцентно сделано из основы. То бишь, это мыльная основа, которая делается на производстве, которую можно много раз в микроволновке перетапливать. И основная масса этого мыла, она сушит кожу. Если вы даже захотите, если вам очень интересно, вот, конечно, лучше начинать с этого. Можно взять вот это, это самое, добавить пару капель отдушки или несколько капель ваших духов. Можно добавить, как я делала поначалу, какие-то, допустим, пару капель масел, какого-то хорошего масла, как бы для ухода за кожей. Но спустя какое-то время вы обратите внимание, что вот это мыло, оно потеет. То там выходит вот это маслице, которое вы добавили, оно выходит наверх. То есть вот эта масса, она выдавливает все лишнее из своего состава. Тогда вот это мылиться будет очень плохо, и, ну, скажем так, какого-то... Нет, руки вы можете все-таки, конечно, помыть, но какого-то чисто в плане полезности использования для вашего тела это мыло, но... Это чисто декоративное мыло. То есть из него можно сделать какую-то мишку, какую-нибудь, там, я не знаю, куколку сделать, и оно будет стоять у вас в ванне, к примеру, там, или детишкам показывать, вот смотри, какой паровозик, там, или еще что-нибудь, медвежонок, котенок, мышонок, формочку какого-нибудь, баба. Это чисто декоративное. Вот как по мне, вот это чисто декоративное мыло. Мыло, сделанное с нуля, как правило, если производитель, то бишь я, человек, который делает это мыло, первоначально я его делаю для себя, я всегда пишу... Ой, сейчас... Я всегда пишу, что сюда входит. Вот. Вот у меня, допустим, мыло, которое я... Шампуневое мыло, которое я готовлю для продажи. Здесь я пишу аннотацию, как это пользоваться, что это пользуется, для какого типа волос, и так далее, и тому подобное. Вот, допустим, шампуневое мыло, сейчас я не поставлю. Оно содержит соль. Содержит соль, если хранить это мыло. Вот. Если хранить это мыло долго, или же, скажем так, в каком-то температурном... в температурном... начинает выбирать в себя эту влагу. Поэтому желательно вот так, допустим, если это мыло с солью делать. что еще... я последние 20... ну, то есть, не 20 лет, вернее, всю мою жизнь я всегда любила мыло. И даже вспоминаю сейчас вот мою тетушку Валю, которые меня каждое лето отправляли на оздоровление. У нее была огромная коллекция мыла. Огромная. И она всегда покупала несколько кусочков, какие-то кусочки мыла использовались, а так это все было вот так вот выложено на такой... я даже не знаю, как это называется, такая печка. Но не русская печь, которая вот стоит вот прям таким огромным... А это была сделана как печка-лежанка, наверное, вот так вот. И на этой печке всегда лежало огромное количество всякого мыла. И вот, насколько я помню, основная масса этого мыла, она была... ну, как бы это еще в советские времена была, она вся была в бумаге. И эти кусочки этого мыла, там были и... Мыло сделано какое-то в Советском Союзе, земляничное, для детей, какие-то сосновые, какие-то... Ну, то есть, такое огромное количество вариантов. И что-то было более квадратненькое, что-то полукругленькое, это самое. Было какое-то мыло, по-моему, из Болгарии, еще какие-то с запахом розы. Ну, в общем, вариантов мыла было огромное количество, но все это мыло всегда было упаковано в бумагу. Хотя вы можете сказать, что вот, Оксана, в советские времена мы пластика не видели, не слышали, не нюхали, поэтому... Поэтому не было тогда в бумаге. но сколько лет я занимаюсь мылом, я перепробовала множество разных упаковок. По первому времени очень легко и красиво положить мыло в пластиковый такой пакетик, завязать его красивенько, но оно задыхается, и буквально месяц-другой, и оно... В общем, его можно выкидывать. Нет, по сути дела его можно использовать, можно кинуть, допустим, в стиральную машинку, оно там смылится, постирает. То есть, оно своих качеств по плане от стирки не... Они... Но не ухудшаются, но сам вот внешний вид и запах такой-с такой становится такой, как прогорковый. Но, если тоже мыло вы запакуете в бумагу или оно просто стоит где-то ждёт своего часа, пока его запакуют в бумагу, это мыло живёт дольше. То есть, натуральное мыло, сделанное с нуля, качество теряет в пластике, в бумаге или в полуоткрытой форме, вот как, допустим, вот это я показывала. Вот. Сейчас оно очень долго сохраняется, оно дышит и так далее, и тому подобное. Что ещё могу сказать? Ну, допустим, здесь я всегда пишу, как, из чего оно сделано, какие масла были, какие вот запах я использовала в данном случае. Это вот у меня марокканская роза, лимон, апельсин, лаванда. Здесь же я пишу, как воздействует, допустим, вот эта грязь мёртвого моря и так далее, и тому подобное. Вот. То есть, вот эту всю аннотацию я, как правило, складываю в упаковочку и говорю вот так и так. Можно почитать, если, допустим, человек, который делает мыло ручной работы, если он, скажем так, ответственен за то, что он делает, ему важно продолжать свою работу, а не просто спихивать кусок мыла, который он сделал, он всегда напишет в аннотации, из чего состоит, как пользоваться и так далее и тому подобное. То есть, можно посмотреть в аннотации, что туда добавлено. Ну, допустим, у меня есть такое мыло, я его покупала, это, я думаю, многие знают его, это Body Shop. Вот. С одной стороны, вроде как, это бумажная упаковка, но она достаточно плотно сидит. Наверное, это полупластиковый, я бы даже сказала, вощеная, наверное, как-то так. Полупластик, такой вощенный вариант. Пахнет великолепно. Но мне очень интересно пользоваться различными этими самыми вариантами, и я покупаю, пробую, но... в общем, дорогое мыло может содержать такие вещества, которые помогают ему сохраняться многие годы. и многие эти вещества, ну, скажем так, оно вроде как и, с одной стороны, вроде как и не приносит особый, не делает мыло плохим, но, с другой стороны, такое количество химических веществ, добавляющихся для сохранения продукции многие, много, много лет, это всё-таки заставляет думать и использовать что-то другое. Я использую своё мыло, я им пользуюсь и голову мою, и сама моюсь, и... у меня есть хозяйственное мыло тоже, которое я делаю сама, и использую это хозяйственное мыло при стирке, если мне когда нужно вывести какие-то пятна, или при мойке окон прекрасно отмывается всё, и потом руки не... то есть тебе не надо крема после этих... после хорошего мыла крем не нужен, то есть само мыло, оно увлажняет, я бы не сказала, оно не делает это мыло... То есть руки всегда будут в хорошем состоянии. Если вы каждый день будете пользоваться допустим хорошим мылом сделанным с нуля, которое вы проверили, купили у какого-то поставщика или человека, который, знаете, который занимается много лет и так далее и тому подобное, то есть вам не нужно будет не крема какие-то для лица, вам не нужно будет не какие-то масла или ещё что-то такое. То есть мыло ручной работы может быть и хорошим, может быть и плохим. Это надо только пробовать. Вот. Я определю, где мыло ручной работы, мыло с нуля, допустим, сделано холодным или горячим способом. Я определю, если это мыло сделано из основы, все мыло, которое сделано из основы, я не покупаю. То есть я могу купить для какой-то там, допустим, для чего-нибудь, но пользоваться как таковым я им не буду. если вот открыть вот это вот сейчас вот этот пластик, допустим, ну, это, как говорится, обычное мыло. Я не обязательно говорю, что вот именно вот это оно плохое. Нет, оно нормальное, скажем так. Они его производят, оно считается глицериновое. Возьмите, откройте Википедию, почитайте, что такое глицерин. вот, если вы оставите вот это мыло открытым на долгий срок, вы увидите, как оно начнет потеть. то бишь, если мыло потеет, ну, это возникают, скажем так, вопросы к этому мылу. Есть вот, допустим, такое же мыло, вот, к примеру, всем известная марка, ну, это профессиональное мыло, ну, как вы видите, оно упаковано в пластик, полностью герметичный, но внутри там четыре упаковочки мыла. Оно упаковано в картон. С одной стороны, они пишут, что это очень хорошо, что оно есть некоторые вещества, которые увлажняют вашу кожу и так далее, и тому подобное. Но я всегда вот беру мыло и вот здесь вот вы можете прочитать, из чего он составит. Все первые ингредиенты, которые идут в описании мыла, ну, допустим, содиум, лаурил и сетионат, потом стеорик айсвит, ну, и так далее, содиум, палмат. То бишь, раз, два, три. Три первых ингредиента это самое большое содержание этих ингредиентов в мыле. здесь не пишут проценты. Ну, как бы у всех своих тех самых. Но если вы видите, что на первом месте стоит вода или на первом месте стоит какой-то весьма непонятный элемент и так далее, и тому подобное, то бишь в процентном составе всегда пишется, если в моем мыле, допустим, я вот тут вот, я всегда пишу, что у меня здесь масло ши, допустим, первое, потом идет кокосовое масло, потом идет оливковое масло. То бишь это я процент не пишу, но это процент от большего к меньшему. Вот. И я не добавляю так называемых веществ, которые держат мыло в хорошем состоянии долгое время. Несмотря на то, что оно здесь написано вегетариан, но вегетариан, вегетариан, но с другой стороны так что-то я, по-моему, это отдельно этот вопрос я выпишу отдельным отдельным ответом, потому что меня тут уже понесло на все эти мыла и очень трудно. В общем, третий раз повторюсь, чтобы надо пробовать мыло, не обязательно покупать сразу несколько кусочков, купите один, попробуйте, понравилось, посмотрите, как действует на кожу. Прозрачное мыло это химическая основа в реальном, то есть дома или на какой-то вашей маленькой мини-фабрике из натуральных масел прозрачную основу сделать нельзя. Про глицерин я вам говорила, почитайте, с чем он, как он делается, с чем он состоит. Вот, мыло должно быть упаковано в бумагу или в дышащую упаковку. Запах... Ну, запах тоже, имейте в виду, что если в натуральное мыло стоит дешево, то здесь и оно очень ярко пахнет, то здесь мог быть такой момент, это мыло просто сверху обрызгали, допустим, духами, вы пришли домой, пару раз помыли руки или ноги или лицо или все, что хотите, и запах исчез. То есть, это вот такой один вариант. Могут быть отдушки, но, как правило, отдушки работают плохо с натуральным мылом. Отдушки хорошо работают с искусственным, то бишь, основа, которую можно перетапливать. Там они работают хорошо, отдушки. Натуральное мыло, если вы добавляете туда ароматически, ароматическое масло тоже может быть, но оно как бы просто дает аромат, а вот эфирные масла, они еще работают как лечебный какой-то момент в мыле. И ароматически эфирные масла в мыле, если давать и именно тот процент, пять процентов, к примеру, от количества масла, все эфирные масла стоят очень дорого. Если вы слышите, если вы понимаете в эфирных маслах, в общем, если эфирного масла пять процентов, это мыло очень дорогое, натуральное. Мало того, что натуральные ингредиенты плюс эфирное масло, это стоит, кусок будет достаточно дорогой. Но даже если вы его мылите две недели, он все еще так же пахнет. Профессиональные масла, профессиональное мыло, допустим, приготовлено на фабрике, там другая у них история, я в этом, как говорится, лезть не буду. Но единственное, что я вам могу, допустим, сказать, что если вы когда-то встретите мыло, как оно называется, на стиданте, оно очень ярко пахнет, но у него еще и очень хороший, хорошее качество. Но стоит оно очень дорого. Вы можете купить и попробовать его. То есть по консистенции, по качеству оно, мне кажется, сближается с мылом с нуля. Именно вот, то есть это можно взять и купить профессионально. Есть еще, как говорится, вот эти старые мыла. Я не знаю, действует ли это сейчас или уже не действует. Ну, допустим, если вы живете в Белоруссии, вы можете пойти и купить какое-то мыло белорусской фабрики или в России, там, российской фабрики, может быть, небольшое. Но мне кажется, что все-таки с мылом это надо пробовать. Это надо пробовать и пробовать. Конечно, это все деньги, но единственное, что я говорю, мыло хорошего качества, будь то профессионально сделанное, либо мыло сделано ручной работой, каким-нибудь мыловаром, оно не может быть на прозрачной основе, оно может ярко пахнуть, но тогда это увеличивает стоимость мыла практически в разы. Вот. Поэтому бумажная еще бумага. Есть еще такая шикарная фирма, я ее очень раньше очень любила, у меня даже остался кусочек такого мыла-гель, вот оно такое, мыльная основа, смешанная допустим, с тем же желатином, и вот получается вот такая эта фирма Lush, и если кто-то где-то когда-то видел вот эту фирму, был в этих магазинах, вы, может быть, обращали внимание, они считаются, что это натуральная мыла. Я, конечно, не могу замахнуться и сказать, что это не натуральное, но по тому количеству, то есть, если я сейчас возьму мое мыло, к примеру, вот такое, это кусочка ставила, для себя, боже мой, как пахнет, обалдеть, вот это мыло, это сделано из господи, как это называется, это ореховое мыло, и одно из них, самое большое, самое яркое, сезамовое масло, то есть, если сейчас я хочу его разрезать, я его не смогу разрезать, то есть, я могу только там как-то растолбать его, разбить, оно имеет определенную консистенцию, если мыло, которое вы купили, его можете, допустим, практически без проблем его разрезать, то либо это абсолютно свежее мыло, либо оно сделано из ненатуральных ингредиентов. Ну, не знаю, короче, нанесло меня куда-то не туда в ответ на этот вопрос, но о мыле можно говорить долго и нудно. есть в плейлисте как готовится мыло с нуля горячим способом или холодным способом можно посмотреть у меня на канале. Вот, ну, в общем, и тут Остапа унесло, унесло меня на 40 минут, поэтому, если досмотрели до конца, спасибо большое, если не досмотрели, ну, и, значит, вам это не надо. Целую, обнимаю. Остапа унесло